Всем приветики! Сегодня с вами на моем канале YouTube и в моей гардеробной мой не очень ровный, но очень естественный загар. Вот это мне очень нравится. Выгоревшая линия волос и супер сгорелая линия лба. Мы сегодня с вами накрасимся. У нас запустился новый конкрет чоколад, как вы уже знаете. И вот во время этой презентации я была вот в этом платье, и на мне был некий макияж. И некий макияж этот запросило уж очень слишком много человек, потому что в целом, я вас понимаю, он был красивый, он был абсолютно носибельный, он был абсолютно универсальный, такой всем подходящий, и на самом деле его еще и легко выполнить. Я вам уже показала несколько мейков с холодным оттенком коричневого с конкрет чоколад. Вытянутые глаза вы уже видели. Как подчеркнуть нижнее веко вы уже видели. Давайте с вами разберем очень базовые смоки с легким глосс-эффектом. И плюс сегодня важную тему мы раскроем, как корректировать губы и какой супер трендовый макияж губ на основе, на самом деле, прозрачного блеска. Перед тем, как начать краситься и наносить декоративные косметики и крыги на косметике, я хочу нанести уход, потому что я умывшийся человек из душа и больше пока ничего на себя не наносила. Мистер Кот приветствует вас на нашем канале. Мистер Кот, кстати, имеет непосредственное отношение к конкретной чоколаде, я считаю, потому что мне тут написали в директе, что эта дворняшка-то оказывается породистая. Есть такая порода, называется йоркская шоколадная кошка, и это Мистер Кот. Мне прислали кучу фотографий, и это реально Мистер Кот, так что он хоть и приютский бедолага, выигравший лотерею, но имеет свои какие-то голубые корни. Так, все. Мистер Кот, ты сидишь, сопишь тут, не мешаешься. А я давайте буду наносить уход. У меня сейчас Клоранс, мультиактив дневной крем, крем для зоны вокруг глаз. Он мне, чем страшно нравится, своим светоотражающим эффектом. Я не знаю, вам, наверное, вот не будет видно, но у него такая легкая россыпь светоотражающих частиц в составе, за счет которого получается мгновенный эффект. Я смотрите, как наношу его. Наношу его сначала на ручки и вот таким вот образом распространяю по лицу. Не растираю, а именно как бы прижимаю. Мистер Кот, у меня руки в креме, я не смогу тебя сейчас убрать. Еще немного нанесу на лоб, там где наиболее сухие участки. И такими еще легкими похлопывающими движениями завершу нанесение. Это увлажняющий крем. И увлажняет он реально очень хорошо. Вот такая кожа шелковистая становится. Мгновенно какие-то мелкие вот эти складочки, мелкие морщинки разглаживаются. Кожа такая в тонусе находится и плюс хорош накопительный эффект. Ну и плюс светотражающие частицы, которые есть в составе, видите, насколько мгновенно делают кожу более свежей. Эта линия розовая, если что, я вот всегда в линейках ухода все определяю по цветам. И крем для зоны вокруг глаз, потому что, ну вот это вот, конечно, не очень подходит нам для супер макияжа. Та же самая линия я чуть-чуть совсем наношу на подглазное пространство, даже вот немного ниже, больше вот на эту косточку. В этом крем-геле тоже есть светоотражающие частицы, такая, знаете, как розоватая жемчужная роза. Наношу пальчиками, а потом вот этим металлическим наконечником немного массирую зону вокруг глаз. Сразу темные круги подсвечивает, сокращает морщинки. Из-за того, что вы массируете, здесь тонус появляется. Потом меньше консилера надо, чтобы темные круги замазать. Я даже немного надавливаю, чтобы как бы выжать лишнюю воду отсюда. И смотрите, что я делаю. По завершении я как массажером этим же наконечником немножко вот так прохожусь по массажным линиям, вытягивая контуры наверх. Все вот к ушам. Такой будет ваш естественный домашний массаж лица. Сюда еще можно немножко нажать посильнее. И вот прям хоп сюда, чик сюда. Итак, нанесли уход, увлажняющий, светоотражающий от первых признаков старый, не улучшающий цвет лица. Увлажняющий крем для, собственно, лица и увлажняющий крем-гель с крем-наконечником для зоны вокруг глаз. Это колоранс. И также самим этим металлическим наконечником сделали массаж лица, чтобы выжать из него лишнюю воду. Получилось неплохо. Следующим этапом наношу немного фиксит-спрея в качестве праймера дополнительной основы к макияжу. Ждем, пока он немножечко высохнет. Он создаст такую легкую тонкую пленочку, благодаря которому тональный крем будет ложиться еще ровнее, еще легче и лучше растушевываться. И вот увидите, как благодаря фиксит-спрею вам очень легко будет наносить тональное средство и растушевывать его, потому что он будет растушевываться буквально сама. Ну и плюс он настолько тонкий, что не ощущается липкой пленкой на лице, не ощущается как дополнительный слой, поэтому вам как праймер это будет просто идеально. Потом не сможете ни в какие другие праймеры вернуться. Следующий этап – идеальный тон. Сегодня у меня Dior. Огромная линия тональных средств, которая рекордная, возможно, по количеству оттенков. Очень удобные упаковки. Мне вот чем проще, тем лучше. Очень нравится. Я вот таким образом наношу первый слой. Смотрите, если понадобится совсем легкое покрытие, то этого будет достаточно. Пальчиками просто растушевать и получится такой легкий-легкий-легкий тон. Раз и немного выровняли. Чем мне нравится Dior Show, почему очень хочется на нем сегодня сделать акцент, тем, что он наслаивается, он очень тонкий, сам по себе текстура прям легчайшая. Но при этом, чем больше слоев вы наносите, тем сильнее и как бы накопительнее, да, этот выравнивающий эффект. Первый слой в качестве просто такой легкой основы, чтобы сильно не закрашивать подушечками пальцев. Второй слой я уже нанесу с помощью кисти и сделаю акцент больше на центральной части. Он очень тоненький, очень легкий. Уже полюбился многим визажистам. При этом водостойкий. Несмотря на то, что это линия Dior Backstage, это не только тональное средство для шоу. Это тональное средство и для жизни вполне, особенно в легком нанесении. Вы также можете его нанести немного на шею. Вот у меня шея светлее лица. Мне очень важно выровнять сейчас тон, немножко стушевать его на эту зону. Ну, если нужно прям ультра совершенное покрытие, то можно и третий слой нанести. Я наношу его в том числе и на зону подглазного пространства в качестве консилера. Итак, у меня оттенок 2,5 N Dior Backstage. Конкрет чоколад наношу, ну, я на руку, да, вы лучше наносите на палитру, вам так удобнее, скорее всего, даже будет. Я просто привыкла к рукам. Мягкой кистью, как и в предыдущем видео, сразу сделаем быструю коррекцию, чтобы быть секси. Переносите только оттенок, работайте оттенками. Уже вы скиллы-то все прокачали в макияже. Столько лет уже вместе красимся. Носик сразу, небольшой кисточкой. И губы. Губам еще чуть попозже вернемся. Этой же кистью Smashbox Shadow Intensifier. Синтетическая кисть для нанесения теней. Чуть-чуть скошенная. Вот я с ее помощью буду наносить достаточно широко оттенок Конкрет Чоколад по контуру. Слегка растушевываю на складке верхнего века. Немного вот сюда растушевываем основанием бровей. Мягкой кистью растушуем границу, уводим к вискам. Чуть-чуть повыше поднимем, чтобы не было разницы такой сильной подвижного века и подбровного пространства. Здесь давайте тормознем с нашими коричневыми смоки. Сделаем брови. Также с помощью Конкрет Чоколад дорисую дополнительные волоски между своих. Здесь рекомендую сделать паузу на брови. Почему? Потому что очень важно не перетемнить ни брови, ни глаза. Вот мы в глаза можем еще добавить с вами черные по контуру. Получится такой более интенсивный эффект смоки. Но пока нет бровей, вот рассчитать правильно этот предел интенсивности вам будет сложно. Поэтому остановитесь на полпути, сделайте брови, дальше возвращайтесь к своим смоки. Макияжа всегда легко добавить. Вот убавить уже сложнее. Черный. Небольшой кистью наношу черный конкрет на межресничное пространство и слегка расширяю во внешнем уголочке. Чуть-чуть на нижний. Кистью, которой наносили коричневый конкрет, просто чуть-чуть как бы прижимаю сначала. И кистью, которой Конкрет Чоколад мы растушевывали, дотушевываю уже черный с коричневым. Сразу интенсивнее стало. То же самое здесь. Готово. Давайте накрасим ресницы. Клоранс тушь у меня. Я вам ее уже показывала. Вандер Перфект Маскара 4D. Классно лепит ресницы. Ресницы красим в бок. Еще раз напоминаю, какое видео уже подряд. То, что ресницами теперь красим к вискам, чтобы был красивый прищур. Пускай они лучше склеятся немножко. Чего страшного. Далее. Небольшой кисточкой. Вот прям остатки просто конкретчок набираем. И давайте чуть-чуть вылепим губы. Немножко пробегусь кистью, которая наносила тон. Конкрет Селман в качестве румянца у нас пойдет. Селман очень классно сочетается с конкретчоколод, с оттенком нежный, такой лососевый, с коричневым. Остатки на губы. Можно чуть-чуть так пальчиком на глаза. И берем прозрачный блеск. Это глаз-глосс. Покрытие для глаз и для губ, и для кожи. Если хотите, глянцевое. Немного металлизированного пигмента Металласть. Это тоже Крыгина Косметикс в оттенке Роуз Сильвер. Чуть-чуть смешиваем. Просто чтобы у прозрачного блеска был такой легкий оттенок. И наносим на губы. Как я уже говорила, что Крыгина Косметикс это мультифункциональная косметика, поэтому все смешивается между собой. Очень красиво пигменты Металласть добавлять в блеск глаз-глосс. Чуть-чуть металлизированного пигмента с руки наберу, нанесу на скулы. Только чуть-чуть, чтобы легкое совсем сияние было. И вот, собственно, в чем фишка была того макияжа. То, что блеск был еще и на веках. Поэтому я добавляю немножечко глаз-глосс. Еще смешиваю с металлизированным пигментом. И наношу на подвижное веко. Много не надо. Совсем чуть-чуть. Вот, видите, какой получился у нас красивый эффект. Зафиксируем чуть сверху. С помощью фиксит-спрея использую его уже как фиксирующее средство, а не как праймер. Ой, спасибо, кстати, вам за те оды, которые появятся в фиксит-спрею. Я читаю, мне прям так приятно. Огромные, развернутые отзывы. Это действительно прям суперкрутой продукт. И что? И нам, конечно же, надо срочно продемонстрировать возможности нашей челки. Того, как она может у нас стоять. И вот только финально я чуть-чуть припудрю с помощью фиксит-паудер центральную часть лица, где необходимо сохранить вот эту матовость. Вот и готово. Вот вам макияж. Влажные коричневые смоки, выдвинутые к вискам. Губы прозрачные, просто откорректированные с легким металлизированным эффектом, которого, кстати, не видно, но благодаря этому получается совершенно другой блеск. От прозрачного блеска он по-другому выглядит. И здесь все-таки немного появляется оттенок у губ, что тоже круто выглядит, мне нравится. Блеска много на века не наносите. Опять же, да, блеск глаз-глос это отдельный продукт. Это мультифункциональный блеск для глаз, для губ, можно на щечки наносить его. И он очень крут, как просто прозрачный блеск для губ. Но не путайте с другими прозрачными блесками, потому что не все их можно наносить на глаза. Они, скорее всего, очень быстро потекут. Глаз-глос специально был разработан таким образом, чтобы долго не растворять конкрет. И даже если он у вас будет растворяться, то он не будет у вас стекать куда-то. Он просто будет потихонечку собираться в складочках, чтобы делать макияж еще более секси. Вот. Так, ну что, пойду вот такая красивая на работу. Спасибо большое за внимание, что провели со мной это чудесное утро. Всем хорошего настроения, всем сексуальных влажных смоки-айс. Будьте кошечками, будьте мяу. И, в общем, всем хорошей рабочей недели. Хотя я не знаю, куда выйдет это видео. Если будет это в пятницу, будет смешно. Ну, короче, все. Хорошего настроения. Всех целуем, всем пока.